Вопросы информационного агентства НОЯН ТАПАН Аслан Георгиевич, скажите, пожалуйста, какова ситуация в Абхазии накануне внеочередных президентских выборов? Спасибо. В настоящее время у нас идет, как известно, предвыборная кампания. Четыре кандидата ее ведут активно. В стране спокойно. Все кандидаты и штабы соблюдают существующие законы и этические нормы поведения. Скажите, пожалуйста, что ожидает народ от выборов и что бы Вы предложили ему? Безусловно, народ ждет от выборов другого качества жизни, экономического роста, единства и безопасности. Собственно говоря, политическая платформа моя и мои команды держатся именно на этих постулатах. И мы способны обеспечить для нашего народа вышеназванные постулаты. Это единство, безопасность и экономическое развитие. Как, по-вашему, пройдут выборы нового президента? Будут ли нарушения, а вслед за этим беспорядки? Я очень надеюсь на то, что нарушений не будет. Тем более, не должно быть каких-либо беспорядков. Нашему народу свойственна мудрость. Мы неоднократно доказывали себе и внешнему миру о том, что можем проводить выборы в соответствии с существующими законами и в соответствии с этическими нормами поведения, цивилизованно, грамотно. Они у нас будут широко освещаться, приглашены будут большое количество международных наблюдателей. Поэтому каких-либо эксцессов я не ожидаю. Сколько армян имеют право голоса в Абхазии? Других народов, скажем, основных, там, может, в концептном соотношении? Армянская этническая группа, проживающая в Абхазии, она вторая по численности. Поэтому около 30 тысяч армян будут иметь право голосовать на выборах президента республики Абхазии. Аслан Георгиевич, как Вы думаете, каковы шансы Ваших конкурентов на выборы? Ну, Вы знаете, мне на этот вопрос сложно ответить. Поэтому мерилом истинной является практикой. Подождем до 24 августа и выборы покажут, у кого какие шансы. Хочу затронуть тему паспортизации жителей Гальского района. Как случилось так, что одним махом незаконно лишили более 20 тысяч человек абхазского гражданства паспортов? И что будет с этими людьми? Вернут ли им паспорта? Я сейчас процитировала Вам небольшую часть статьи с газеты Амсахара, номер 13, за 2014 год. Саида, что касается проблемы или вопроса паспортизации жителей восточных районов в Абхазии, она у нас не нова. Есть решение парламента республики Абхазия. И я, как законопослушный гражданин и кандидат к президенту, намерен реализовывать принято решение. Но вопрос требует очень серьезной проработки, и работа в этом направлении, безусловно, будет продолжена. Что Вы думаете относительно открытия железнодорожной связи из России в Армению, через Абхазию? Есть ли уже конкретные планы, скажем, дорожная карта? К этой идее я отношусь положительно. Нам необходимо проработать все аспекты данного вопроса. В этом вопросе есть политический аспект, и мы намерены решить его таким образом, чтобы наполнить еще большим экономическим содержанием нашу независимость и наш суверенитет. И этот проект нами будет поддержан, и я думаю, что усилиями всех заинтересованных сторон в ближайшее время он будет реализован. Каковы настроения политических кругов относительно возможности открытия железной дороги? Чувствуете ли Вы интерес Турции в этом вопросе? Вы знаете, мне сложно говорить об интересе Турции в этом вопросе. Настроение наших граждан, насколько я проинформирован к этому отношению, скорее положительное. Но мы будем проводить разъяснительную работу. Мы обязательно доведем до наших граждан плюсы и минусы, если таковы имеются, реализации данного проекта. Как Вы относитесь к военному присутствию России в Абхазии? Многие знают, пользуясь возможностью, хотел бы еще раз сказать об этом. Россия наш стратегический партнер. Взаимодействие с Россией мы намерены наращивать по всех аспектах, и в экономическом аспекте, и в социальном, безусловно, в оборонном том числе. Поэтому и руководство Республики Абхазия, и граждане Абхазии относятся положительно к тому, что на территории Абхазии находятся российские вооруженные силы, в соответствии с нашим межгосударственным соглашением и договором. Армяне, как часть народа Абхазии, насколько они интегрированы в жизнь страны? Активную или пассивную роль играют местные армяне в политическо-экономических вопросах в жизни Абхазии? Армяне являются неотъемлемой частью народа Абхазии. И говорить в отношении армян о том, что они могут занимать какую-то пассивную позицию, я просто не могу. Это замечательный народ, это наш братский народ, это народ самоотверженный, умеющий работать. И политический ландшафт, и экономическую картину Абхазии во многом определяет армянская диаспора. Вы верующий человек? Да, я человек верующий. Скажите, как вы думаете, от чего зависят мир и благополучие в Абхазии? Мир и благополучие в Абхазии зависят от многих факторов. Я бы выделил, главное, это единство народов, проживающих на территории Абхазии. Мы должны научиться слышать и слушать друг друга. Это принципиальный вопрос, и над этим вопросом я и моя команда намерены работать денно и ночно. Это самое главное. Других аспектов, которые могут быть использованы в достижении единства, они тоже есть, и мы обязательно их содействуем. Нам необходимо быть едиными в главных вопросах, в принципиальных вопросах. И тогда, вне всякого сомнения, все вопросы, которые стоят перед нашим обществом и государством, будут решены самым лучшим образом. Что бы вы хотели пожелать народу Абхазии накануне выборов? Народу Абхазии, всем гражданам Абхазии, я хочу пожелать хорошего настроения, предпраздничного настроения. Просил бы граждан отнестись ответственно к выборам, проголосовать сердцем и душой, потому что выбор, который будет сделан нашим народом, на ближайшее время будет определять вектор нашего движения, лицо нашего государства. Благодарим за откровенные ответы на наши вопросы. И напоминаем, что сегодня мы были в гостях у кандидата в президенты Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжанни. Желаем удачи вам. Спасибо, Саида. Мне было очень приятно общаться с вами. Я, пользуясь случаем, хотел бы пожелать хорошего настроения и успехов нашим армянским братьям, которые проживают в Армении и в других государствах бывшего Советского Союза. Спасибо вам.